Всем привет, это Алекс, добро пожаловать на мой канал, всего понемногу и немного обо всем. Надеюсь, что каждый из вас найдет здесь что-то интересное для себя. Сегодня, как вы уже догадались по названию, вас ждет очередной обзор коробочки Glossybox. Уже более недели я пытаюсь записать это видео и все у меня никак не получалось, так как начался сезон строек, ремонтов, у нас вокруг тут все сверлят-долбят, переделывают свои дома, поэтому все никак не получалось у меня заснять это видео. Но надеюсь, сегодня мне никто не помешает и я доделаю свое дело до конца. Я уже подготовила свой пост на блоге, так что если вы хотите узнать больше информации о продуктах, о том, где их купить, то, пожалуйста, не сняйте, заходите, там всегда есть масса интересного и немножечко больше информации. Я думаю, многие из вас уже знают, что в мае Glossybox исполняется один год. Мне очень нравится этот сервис, поэтому я с удовольствием могу их поздравить с днем рождения. Они вложили нам вот такой вот трикольный шарик, на котором написано Happy Birthday Glossybox в нашей коробочке, поэтому поздравляю вас с днем рождения, желаю вам процветания дальнейшего вашему сервису, и я надеюсь, вы и дальше будете радовать нас своими продуктами. Так что, если вам интересно, что же лежало в майской коробочке Glossybox, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Значит так, коробочка выглядит так же, как и всегда, в розовом твете. И, наконец-то, я научилась красиво завязывать бантик, потому что я уже, как вы знаете, все открыла, посмотрела, и вновь завязала бантик. Очень красиво в этот раз все оформлено. Здесь, как всегда, лежит открыточка. Все перевязано очень красивой ленточкой, на которой написано Anniversary Glossybox. Попробую вам показать поближе. Вот так вот она выглядит. Как видите, такая вот интересная красивая бумажечка, на которой изображены разные бантики, помадки. Вот, и красивая ленточка. Ну, и когда мы это все открываем, мы видим здесь липучку, на которой написано 1, значит, 1 год сервису Glossybox. И давайте посмотрим, что лежит внутри. Значит, внутри все выглядит вот так. Надеюсь, у меня ничего не вывалится. Довольно-таки полная была эта коробочка. И начну я, наверное, с открыточки, и буду вам рассказывать все так же, как здесь было изображено у меня на картинках. Открытка выглядит так же, как и всегда. На этот раз здесь появились такие вот баркоды, которые можно считывать с помощью айфона или андроида. Вот, и вы пройдете на сайт, где можно приобрести тот или иной продукт. Первый продукт в майской коробочке был вот такой вот гель для душа от фирмы Noble Isle. Вроде бы это какая-то английская косметика. В общем, здесь довольно-таки большой размер, 75 мл. Вот, может, буду показывать вам сегодня поближе. Тут тоже, кстати, есть такой вот штрих-код. Запах у него очень такой интересный. Я, как видите, уже немножечко им воспользовалась. Пахнет чем-то таким свежим, но... Что-то такое кисленькое напоминает апельсин, но составляющей здесь апельсина нет. Что-то такое немножко отталкивающее каким-то парфюмом пахнет. Ну, я бы для себя такой, конечно, гель для душа не купила, но он мне очень понравился, и я довольна, что могу его попробовать. Он очень хорошо пенится, очень он такой легкий, нежный. Он очень хорошо очищает, не сушит кожу абсолютно. Ну, такой неплохой гель для душа. Если вам нравится такой аромат, то я думаю, он бы вам подошел. Что здесь входит в состав? Здесь написано, что саморайзинг называется именно этот гель для душа. И написано, что он привкушает запах наступающего лета, и в составляющую входит бузина. Я не знаю, я перевела с английского, может, вы знаете, что это такое. В общем, я посмотрела в гугле, это такие черные ягодки, это какой-то кустарник, вот, и даже вроде бы можно есть. Вообще, это вот бузина, и другая составляющая крыжовник, которая считается как хороший антиоксидант. В общем, гель неплохой. Не знаю, сколько стоит полная версия, тут не написано все размеры, и немножечко больше информации я, как всегда, оставлю на влоге, так что заходите, не стесняйтесь. Следующий продукт, который был в моей коробочке, даже два, это было два пробника духов от Lolita Olimpica. В общем, я не очень люблю, когда кладут пробники духов, но, в принципе, мне было очень интересно понюхать эти ароматы. Я их зачастую вижу в магазинах, но все никак не решаюсь попробовать. И нам дали такой промоушен, так сказать, что если купить любой аромат от Lolita Olimpica 50 мл, ну, и выше, то можно получить бесплатно сумку в подарок. Вот, но не думаю, что я буду покупать. Вот так вот выглядят эти два аромата. Не знаю их названия. В общем, выглядят они такие, как яблочки, или это груши. Не знаю, интересный дизайн, очень мне нравится, такой напоминает немножечко Алиса в Стране Чудес. Запахи, в принципе, неплохие. Один более, ну, давайте я сейчас попробую. Очень удобный дозатор у них, они тут с таким поливизатором, но мне было очень странно, что оба этих пробника, у них вот столько только было налито продукта, или им кто-то уже пользовался, либо так и нужно, не знаю. Вот этот белый, он такой более сладкий, и он такой приторный, такой немножко, не знаю, как это сказать, слишком сильный для меня, возможно. Вот этот вот фиолетовый, он тоже сладкий, но более свежий, такой легкий, очень мне нравится. Оба аромата, в принципе, неплохие, но если бы я покупала, то купила бы, конечно, вот этот вот фиолетовый. А все составляющие, если вам интересно, тоже я оставлю на блоге, сейчас не знаю, и, конечно же, оставлю цену на эти продукты. Далее, что было в моей коробочке, это вот такой вот крем, как я понимаю, для лица, органический, от фирмы Nils Yard. И, в общем, это восстанавливающий дневной крем, ну, как тут написано, для увядшей и обезбоженной кожи. Ну, у меня кожа нормальная, хотя вот тут написано, что тоже можно и нормальной кожей пользоваться. Не знаю, пока буду я его мазать на лице или нет, как видите, он закрыт такой вот фольгой. Вот, возможно, кому-нибудь отдам. Здесь 45 мл, довольно-таки много. Тоже английская фирма такая. И здесь входит в состав роза дамаска, календула, star flower. Это я перевела в транслейтере, переводится как троечница. Я не знаю, может, это в простонародье по России так называют. Не знаю, что это за такое растение. Также в состав входит гиалуроновая кислота, которая восстанавливает кожу и поддерживает ее баланс. И дальше тут два продукта, которые мне очень понравились. Первый из них это такая вот подводка от компании Collection 2000. Вроде что-то у меня было уже от этой фирмы, не знаю. И, кстати, вот стрелочки у меня сегодня на глазах сделаны с этой подводкой. И сверху я немножечко подчеркнула еще черным карандашом, потому что просто зеленая подводка, мне кажется, не очень хорошо смотрится. Вот, значит, вот так вот она выглядит. В оттеночке Teal, как вы уже поняли, она такая вот зелененькая. И что мне тоже нравится, в комплект входит кисточка. Удобно брать с собой в поездку. Вот такая вот маленькая баночка, очень милая. И вот такая вот тоже маленькая кисточка к ней. Такой обычный язычок. В принципе, ну не очень я люблю такие кисточки. Но если уж нечем, в поездке можно и воспользоваться. Вот. Вот так вот она внутри выглядит. Написано, что это гелевая подводка, но она мне больше похожа на какую-то кремовую. Вот здесь я тоже сделала такой сводчик. Цвета тоже, все сводчи я оставлю на блоге. В принципе, держится она неплохо. Ну, часов, наверное, 8-10 она мне держится. Потом уже вечером после работы двойного шифта я пришла домой и увидела, что немножечко-немножечко у меня на... Вот тут вот на косточке отпечаталось этот зеленый цвет. Но тоже это было так не сильно заметно. Но, в принципе, я довольна. На лето, мне кажется, очень такой прикольный цвет. Тем более цвет морской волны. Такой вот этим летом очень... Такой ходовой цвет, он в моде. И я думаю, буду с удовольствием им пользоваться. Подводки этой 5 мл и стоит у нас 4,99. В принципе, очень даже бюджетный вариант. И мне очень понравилось. И последний продукт моей коробочки. Это были вот такие вот накладные реснички, которые мне очень понравились. Они такие классные. Вот я люблю, когда они удлиняются к внешнему уголку глаза. Они довольно длинные, поэтому их нужно будет, я думаю, подрезать, если использовать. Очень мне нравится. Здесь написано, что это ресницы ручной работы. И от компании Эльдора. Английская, мне кажется, тоже компания. Также тут в комплект входит клей, как и во многие реснички. И стоят они 3,90. В принципе, совсем и недорого. Тоже оставлю ссылочку на официальный сайт. И вот у меня скоро предстоит фотосессия. Поэтому я думаю, буду использовать эти реснички на модели. И так как это было день рождения Glossy Box, они решили нас всех тоже с этим праздником поздравить. И вложили в каждую коробочку вот такое вот зеркальце. Скажу вам, что было очень кстати, потому что у меня такого зеркальца нету, которое я могу брать с собой. И здесь вот оно с логотипом Glossy Box. И вот такое вот оно двойное. Как вам тут показать? Вот, видите, мой трипод. В общем, одно увеличивающее, одно простое. Очень мне понравилось, очень классно, удобно брать с собой. И вещь действительно достойная. И я очень рада, что они положили нам такой подарочек. Вот, в принципе, и все. Это был мой такой небольшой обзор коробочки Glossy Box. В принципе, продуктами я довольна. Коробочка неплохая. Особенно мне порадовало зеркальце. Очень понравились реснички и подводка. Действительно, я думаю, что не зря потратила эти 12-13 почти фунтов. Вот, буду, конечно, еще заказывать и дальше Glossy Box. И посмотрим, чем же они будут радовать нас дальше. Всем спасибо за внимание. Это была Алекс. И всем до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok